шалом мы вещаем из студии толдот.ру сегодня мы будем изучать биркат амазон биркат амазон благословение после еды дословно биркат амазон за еду спасибо за еду биркат амазон что такое еда это трапеза после трапезы что такое трапеза если мы съели хлеб кизает размер кизает как оливок большой оливок как раньше был не как сейчас маленькие оливки оливок хороший оливок примерно 28 грамм если появится только хлеба то говорим биркат амазон или сделали трапезу на какие-то мучные выпечки выпечку мучная выпечка то что было печки на что варилась на на пасту на макарон на вермишель на лапшу биркат амазон не говорится сколько бы ее не съели но если бы было печки пирог например там разные может даже пирожки много видов разных и съели это так что наелись елись больше есть не хочется все сытые сделаны трапезу тогда тоже следует сказать биркат амазон есть мнение что это должно быть размером в 4 арба бейтсим арба бейтсим как 4 яйца сколько это точно трудно сказать но параметр главное что надо надо быть сытым тогда мы говорим биркат амазон биркат амазон это единственная браха единственная браха единственная которая нам предписывает торы остальные брахот это дарабанан а это история как мы говорили есть послуг вахальта басавата убирахта наелся поел наелся ахальта басавата благослови бирахта то есть нужно сытиться и тогда будет биркат амазон если мы сыты на самом деле то биркат амазон это из двора это называется поторы если мы не сыты просто поели немножко хлеба то биркат амазон это дарабанан надо знать то что есть у этого разные потом мы последствия называет навкаминут еще биркат амазон то сгуля это средство чтобы не быть бедным и и даже нищим чтобы быть богатым тот хочет разбогатеть должен говорить биркат амазон сосредоточен им кавана биркат амазон делится на разные части первые три части это истории а дальше идет уже дарабанан первую часть составил мошарабейну называется биркат азан это мошарабейну вторую часть составил и ушуа за землю израиля третья часть составили давид давид вошломо давида соломон его сын это третья часть биркат амазон сказано так сказано так про биркат азона как она была составлена написано так а марби нахман мошарабейну составил биркат азон когда во время когда был ман это брахана ман поели ман носители когда шел ман он на земле появлялся на земле был ман это мошарабейну дальше и ушуа тикен лагем бирката арыц киеван чиних на суль арыц и ушуа составил бирката арыц потому что зашли в землю израиля мошарабейну составил эту браху будучи еще в пустыне на ман потом зашли в израиль и уже была браха за землю за землю израиля дальше третья часть давид вошломо тикну боне ирушалаим браху на иерусалим боне ирушалаим давид тикен али сраэль амеха ва ирушалаим и рейха вошломо тикен аля байт агадоль вакадош атов зэ это точно говорим эрацтува эрацтува это вот иерусалим там есть разделение между давидом давид это сказал за за израиль и за народ израиля а шломо который сам построил храм он уже добавил браху на на храм вообще почта браха была еще немножко изменена потому что был галут уже не было иерусалима было добавлено в эту браху добавлена добавка чтобы иерусалим был быстрее отстроен так что это браха третья она проходила много изменений сначала давид шломо добавил потом добавили чтобы иерусалим был отстроен и дальше идет 4 бараха это дурбана называется то вэмитив это была история когда битаре было много погибших город битар было восстание много погибло и даже не давали римляне давали даже их похоронить потом произошло два чуда что во первых люди которые были убиты они лежали непохороненными и но тела их не разлагались и потом и когда похоронили как положено и было два чуда что их тело не разогрелось то что позволь было позволено их похоронить это бархата вэмитив и там тоже добавлено еще другие тоже мотивы что ашем он делает хорошо а то вэмитив да хорошо и еще лучше и лучше и лучше и так мы переходим сейчас к тексту биркад amazon наша цель постараться как всегда посмотреть определение на структуру слов приставки окончания да какие предлоги где-то глагол где-то не глагол какое время надо отметить что биркад amazon особенно важно понимать смысл слов особенно важно даже может важнее чем молитве потому что это как мы торы браха дурайса давайте перейдем к тексту и будем его разбирать с пониманием под написан биркад amazon начало как у всех брахот варуха ташем и люкейну мелеха улям это обычно стандартное начало и дальше мы переходим к тексту брахи только замечу что надо говорить эту браху по том же месте где поели это возможно до желательно и далеко не уходить самый идеальный вариант это сказать сразу после еды долго не тянусь и на том же месте я в ту же время биркад amazon ограничено если человек уже не голодный после трапезы он тоже он поел думают я сейчас поговорю с друзьями там туда-сюда погуляю подремлю потом скажу бригад amazon пока туда все он уже снова захотел кушать то нужно пропустил бригадом озон принято считать что надо максим максим максимум нужно ждать можно ждать максимум 72 минут но опять таки самый вариант это сказать сразу и на том же месте если чеку все-таки до ушел куда-то там уже начинаются вопросы как за почему он ушел зачем он ушел когда эта тема не нашим и сейчас разберем просто текст и так начало сказали баруха ташим и люкину мелеха улям азан это улям кулё бы туво бэхэн и хэсет уварахамин азан это улям кулё глагол лазун азан это улям кулё насыщает как бы это улям кулё мир весь кулё кол это весь кулё за добавку улям это мужской род поэтому о кулё а улям кулё нашим насыщает весь мир как бету во бэхэн бэхэсет уварахамин мы видели что когда из приставка б б ахава да с любовью б симха с радостью барацон желание да да рацон тут написано бы туво бэхэн бэхэсет уварахамин посмотрим перевод написан перевод по доброте своей то в то это хороший на топыта еще и добрый то в этой хорошей как бы добрый то влев это добрый человек у него сердце хорошая сердце доброе то по доброте своей по милости своей бэхэн бэхэсет уварахамин тут описано по любви милосердию конечно трудно точно передать оттенки каждого слова бэхэн бэхэсет уварахамин может быть и речь идет тут о трех типах трех типах людей которые питаются когда получает еду хочу перечитается именно бутово бэхэн бэхэсет уварахамин есть такое объяснение что на в любом случае ашем он всех питает если мы говорим про человека который на самом деле заработал еду садик он делает митцвот на самом деле положено получать еду так он получает еду бэхэн бэхэн как бы может дает эту еду как бы любя да нет это не милость какая-то вопрос на самом деле он как бы садик садик дает ему бэхэн с удовольствием если человека еду как бы не совсем заработал то ему дается это бэхэсет хэст это милосердие ашем делает с ним хэсет а если человек себя ведет вообще ниже любой критики тогда уже мы говорим про раха мим раха мим это просто ашем мира хэм он над ним нравился как как любая мама будет кроме всего ребенка не важно что ребенок там и как он себя ведет что маме говорит не говорит не важно мама будет ребенка кормить так также очень важно как человек себя ведет машин да даст ему еду бэхэта бараха мим это такое есть одно такое объяснение азана тувалям кулеу бэтуго бэхэн бэхэзэ тувархамим конечно можно все эти объяснения вместе составить как мы говорили на прошлом уроке да что такое бэхэн то что еда она такая красивая такая цветная из разные виды еды да нет не просто какой-то один вид картошки и все нет есть много-много разных видов еды да даже хлеба есть очень разные этом это все бэхэн дэхэзэ тувархам дальше у эшэм дэхэн д Это речь идет не только о людях, а о препитании вообще всего, всего живого. Даже имеется в виду растения. Тен лехем лехоль басар. Килолям хасдо. Опять-таки, почему? Килолям хасдо, потому что он этот мир сделает для того, чтобы делать тут добро. Поэтому он дает нам препитание, всему этому миру. Нотен лехем лехоль басар. Глагол нотен, глагол сложный. Инфинитив будет латет. Латет. А не рвется латет, я хочу дать. Латет, латет, латет. Но в настоящее время будет нотен. Время прошедшее будет натан, есть такое имя. Натан. Как запомнить? Натан, Натан. Натан дал. Это глагол нотен. Он нотен лехем лехоль басар. Килолям хасдо. Килолям хасдо. Это часть из пасук, из Тейлим. Тейлим куф ламет вав. Мы эти Тейлим говорим каждый шаббат полностью. Помните, там такой специй килолям хасдо, килолям хасдо. Это говорится, ну не в начале, а посередине. Перед барух шама. Это подлинный такой килолям хасдо, килолям хасдо. Это часть из Тейлим. Килолям хасдо. Конечно, тоже другие слова-предложения, они заимствованы из источников, из Танаха. Килолям хасдо. Убутыво агадуль. Убутыво агадуль. Тамид. Лехасар лану. Вело иехасар лану. Мазон. Улан ваэт. Бавурш моагадуль. Убутыво агадуль. Мы продолжаем. Убутыво агадуль. Убутыво агадуль. Тамид. Лехасар лану. Если мы вспомним всю нашу историю, каждый лично, когда мы были маленькими, когда мы подросли, до сегодняшнего дня, каким-то образом все время была еда. Так или иначе, была еда или в холодильнике, или не в холодильнике, или нам кто дал еду, но не было такого, чтобы мы голодали. Даже когда было голодно, то в конце концов где-то находилась еда. Поэтому мы говорим, что Всегда лехасар лану. На меды не было такого, что не хватает. Это прямо вот так, чтобы прямо Ваалехасар лану. И всегда будет так, что на меды будет хватать, и не будет ее не хватать. Ваалехасар. Хасар это недостаток. Алиехасар лану. Чтобы не было такого, что на меды не хватает. Лехасар лану. Нам ее не не хватало. Не было недостатка. И пусть дальше нам также будет, что нам еды хватает, не будет недостатка, мазон. Лу-лям ваэт, и так навсегда, лу-лям ваэт, лу-лям ваэт, это навсегда. Лу-лям ваэт, бавур шмо агадоль, шмо это шем его, его имя большое, то есть за его большое имя. Но как это понимать, бавур шмо агадоль, бавур шмо агадоль, тут два объяснения дадим. Во-первых, что такое за имя, какое имя имеется в виду? Это имя ютки вавки, имя, которое показывает нам, видат рахамин, хесат рахамин, это ютки вавки. Вот в этом качестве, когда шем в этом мире раскрывается, вот это качество нам дает еду, припитание в этом мире. Это вот шмо агадоль, бавур шмо агадоль. Да, если мы не заслужили еду, нам ее дают, как мы сказали, бавур шмо агадоль. Другое объяснение, что такое бавур шмо агадоль, за имя его большое, это имеет в виду, что мы кушаем за имя. То есть понятно, что мы живем, чтобы мы кушать, да, а не кушать, чтобы живем. Или наоборот, смотря кто. Но даже если мы кушаем, если мы живем, чтобы кушать, если мы уже да, кушаем, то давайте кушать за бавур шмо агадоль. Да, во имя творца, не просто так покушать, хотя покушать во имя творца. Да, это написано бавур шмо агадоль. Да, чтобы у нас были силы, были силы для авдата шем. И даже говорится, говорится перед едой, написано, что надо говорить или хотя бы подумать, что аниюхэль, шели коах, для авдата шемедварах. Чтобы у меня были силы работать. Написано бавур шмо агадоль. Бавур шмо агадоль. Вообще надо знать, что мы делаем очень много хороших дел, только иногда нам не хватает кавана. И не имею в виду, зачем мы это делаем. Пусть мы покушали. Если мы знали, зачем мы кушаем, если мы это имели в виду, то сама еда, она могла превратиться в митцву. Да, я кушаю, потому что это митцва, чтобы у меня было силы учиться, помогать другим. Все зависит от каваны, от того, с каким намерением мы делаем что-то. Одеваем обувь, правую сначала правую, потом влевую, завязываем влевую, потом правую. Тогда тоже мы делаем митцву. Если у нас нет такой каваны, это мы не имеем в виду, то просто живем, как живем, без митцву. То есть вся раица между митцву и митцву, это часто, зачастую, это зависит от нашей каваны, того, что мы имеем в виду. Так же и здесь, мы говорим, бавур шмуагадуль, мы кушаем бавур шмуагадуль. Кью эль зан ми форнес лаколь. Кью эль зан ми форнес лаколь. Следующая строчка. Кью эль зан. Он. Эль. Это бог. Зан. Дает еду, препятание. У ми форнес лаколь. Тут мы видим, что бирката Амазон, она идет не только на еду. Это не только за еду, а вообще, за все, что у нас есть, за одежду, за кровать, за машину, за все. Это парнаса. Вся парнаса. Кью эль зан у ми форнес. Не только за, не только еда. А еще ми форнес. Парнаса. Зан ми форнес лаколь. У ми тив лаколь. Объясняют коментарты, что митцв это, имеется в виду, дом. У нас есть дом, квартира. Это и тут заложено. Митцв лаколь. Еще раз. Зан у ми форнес лаколь, у ми тив лаколь. То есть, у всех есть место, где пожить. Очень мало бомжей. Даже те, кто туда бомжи, они часто бомжуют, потому что им так нравится. Потому что им негде жить. В принципе, кто-то хочет, все время можно найти себе, где пожить. Маленькое место, большое, но у всех есть, где переночевать, где поесть. Зан у ми форнес лаколь, у ми тив лаколь. У ми хин мазон, у холь брио сав. Мехин. Мехин мазон, у холь брио сав. Готовят, опять-таки, еду. Лихоль брио сав. Мехин мазон, у холь брио сав. Бриот, это создание, да, не только люди имеются в виду. Мехин мазон, у холь брио сав. То есть, мы видим то, что мазон, он уже как бы, он уже для нас был изначально готов. Поэтому, когда мир в мир создавался, то человек был создан в конце. Помните, шесть дней создания мира. Уже была, да, создана еда. Уже были там деревья, растения. И только потом был создан человек. То есть, человек в этот мир, он уже постелен, когда мир уже готов для него. Говорю, все готово. Мехин. Слово лихин это готовить. Лихахин. Тоже относится к идее. Когда мы готовим в виду, то тоже будет лихин. Лихахин. Лихахин. Мехин. Мехин мазон, у холь брио сав. Я тут скажу вкратце что-то очень сложное, но тот, кто поймет, поймет. Слово мехин это эфиль. Бинян эфиль. Глагол лихахин и хин. Бинян эфиль, он делится на две части. Иногда там корень будет, ну, или обычный корень, три буквы. Но здесь, видите, тут корня не видно в этом слове. Мехин тут не видно корня. Потому что мем, эта буква, она не корневая. Мем буква не корневая. Что да, корневая? Кафинун. Вопрос, где третья корневая буква. Из таких слов не очень много, но эти слова все важны. Например, из слова макир. Макир тоже. Легакир. Я знаю, я знаком с кем-то. Макир. Там будет макир. Не макир, а макир. Или слово магия. Легагия тоже прибывает. Там будет магия. Макир. А тут будет мехин. Мехин похоже на слово мезиз. Легазиз. Так вопрос такой. Вопрос в чем разница? Почему иногда мы говорим мэхин, а иногда мы говорим макир. Все остальное одинаково. Структура такая же. Мем в начале, потом две корневые, третий не видно. Но иногда мэйна, да ма. И так же во время прошедшего тоже будет разница. Тут будет эхин. Эхин. А там будет экир. Экир, ют. Экир, а тут эхин. Если вы еще не запутались, то я скажу в чем разница. Разница такая. Разница корень, он будет в начале с буквой нун. Или же корень будет в начале, в посредине будет с буквой вав. Например, слово макир. Макир. Там будет корень нун, кав, рэш. Но нун мы не видим. Оно выпадает. Но корень, он трехбуквенный. Там есть букву, просто оно выпало. Поэтому структура будет обычная. Ма, кир. Как мадлик, мазмин. Обычно в эфиле всегда будет ма. Мадлик, мазмин, макир. Но здесь мы видим мэхин. Потому что тут корень. Кав, вав, нун. Как в слове, допустим, зуз. Зуз. В этом будет мэзиз. Вот в этом разница. Иногда есть такие слова, где... Это очень важно знать, потому что они очень похожи. Например, есть ма-шив и мэ-шив. Мы говорим в молитве. Ма-шива-руах. 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 А шив нам посылает дождь и ветер. А ветер, что делает ветер? Ветер, он дует. Дует. Ветер дует. Неверите, будет но-шив. То есть там тоже корень нун, шин, бет. Поэтому будет ма-шив. Как макир. А есть слово мэ-шив. Мэ-шив, это оно отвечает на слово шув. Слово-ответ. Чува. Чува. Шув. Ответ. Там будет мэ-шив. Там есть вав. А тут тоже, тут должно быть вав корневая. Поэтому будет мэ-хин. Продолжим. Мэ-хин мазон лихоль бриютав ашер бара. Ка-амур. Это не везде есть. Это вставка. Ка-амур. Опять-таки, это полностью пасук. Пасук нам знаком откуда? Правильно. Из ашрея шве бтеха. Мы говорим пасхеда земра. Это перед молитвой минха. Мы говорим ашвея шве бтеха. Потом есть такой пасук. Там начинается Тьилля Давид. И потом есть такой пасук. Пасук. Кстати, надо говорить его с особенной каваной. Особенной каваной. Это пасук тоже здесь. Пасеха седеха. Умазбия лихоль хайра цон. Что имеется в виду? Ка-амур. Как сказано. Где сказано это, как мы сказали, пасук. Камур. Пасуки из ашрея. Опять-таки, это из книги Тейли. Пасеха седеха. Открывает руки свои. Твои, точнее. Пасеха тедеха. Да, ты открываешь руки. Твои. Умазбия лихоль хайра цон. И насыщаешь всех лихоль хайра цон. Все живое. Тейлим куф мэм гэй. Можете там посмотреть другие комментарии. И бараха заканчивается. Баруха таа шем азан эсаколь. Очень похоже на начало. Начало было азан асуалян кулео. Где тоже в конце. Баруха таа шем азан эсаколь. Это первая бараха, которая стала Моширабейну. Богдан Эзаман. И мы это говорим теперь на всю еду. На любую еду, которая идет в трапезе. Хлеб и там все то, что было после него. После хлеба все, что было на трапезе, включается в этот брикад Амазон. Мана у нас сейчас нет. Мана мы не едим. Не питаемся маном. Но мы это говорим на всю остальную еду. Это первое благословение. Второе. Вторая бараха. Это составил Йошуа. И это идет на землю Израиля. То есть эта бараха, она составлена за, благодарность за землю Израиля. Которая, в принципе, нам дает всю еду. Написано так. Начало так начинается. И это говорит на землю Израиля. Но де лиха. Опять слово леодот. С первого урока мы его помним еще. Леодот. Но де лиха. Ну, скажем по-простому. Мы будем благодарить тебя. Ты даровал нашим отцам, дал в наследие, не просто дал в наследие, удел нашим отцам землю прекрасную. Эрец хэмда. Два урахава добрую и обширную. Почему сказано, но де, это сказано в будущем времени. Мы в будущем времени. Но де лиха. Почему это будущее время? Мы уже только что поели. Сейчас мы сыты и довольны. Мы сейчас благодарим. Сейчас у нас мы уже в Израиле. Израиль в наших руках. Так почему же мы говорим только в будущем, как будто пока рано еще говорить благодарность полностью. Может быть, так это и есть. Может, на самом деле еще рано. Может, еще Израиль не полностью наш. Так это и есть. Но Абшата, по шуткам говорится, по-простому. Но де лиха нужно объяснить так. Почему это будущее время? Опять-таки, мы едим, чтобы у нас была энергия, правильно? Как в паровозе подкидывают уголь. Это его подпитка. Как для машины. Горучая, бензин. Это подпитка. Это дает возможность двигаться. Поэтому мы уже в Беркаде Амазон, мы говорим спасибо. Ты нам дал возможность дальше продолжать двигаться, жить, работать. Поэтому говорим, но де лиха. Мы как бы после... Вот сейчас наши батарейки снова полной энергии. И мы сейчас все дальше получили силу. Мы будем за это благодарить. Это такое объяснение может быть. Но де лиха. Шемель окей. То есть не только за еду. А то, что нам еда дает. Еда нам дает вообще жизнь. Не только сам факт, что мы пель. То есть еда это как бы не самоцель. Но де лиха. А почему во множественном числе? Каждый кушает отдельно. Так почему же во множественном числе? Ну, во-первых, иногда кушаем вместе. Вообще можно сказать, что это имеется в виду мы в будущем. Опять-таки мы в будущем. Имеется в виду наши дети. Как сказал мой один знакомый. У него родилась дочка. И он был так это прям, ну конечно был рад. И он был так удивлен. У дука, дочка, ну потом еще дочка родилась. Он все время удивляется. Как такое может быть? Как вот куда-то они берутся? Мы кушаем там, покушаем хлеб, овощи. А из этого как бы получаются дети. Как это работает? Так вот это тоже тут ну де лиха. То есть это мы. И мы благодарны за то, что нам даем наших детей. И они дальше будут нас продолжать. Это тоже все включено снова ну де лиха. В самом деле без еды мы бы не сами не существовали. Не могли бы рожать детей. Да, это все. И да, это дает жизненные силы. И да, это жизнь. Ну де лиха шим лиха. Ты нам дал, дал бы дел. Нам, нашим отцам, нам эра цхэмда. Эра цхэмда. Сказали хэмда. И тут написано прекрасно в переводе. Она называется хэмда. Не то, что она прекрасная. Она, конечно, прекрасная. Но имеется в виду, что есть такой глагол лохмод. Лохмод это хотеть. Лохмод, хотеть. Это 10 заповедей. 10 асерта деброд. 10 речений. Там написано аль-тахмод. Да, не выжилай. То есть лохмод это желать. Эра цхэмда, потому что эту землю хотели наши праотцы. Авраам. Схак Яков. Мушарабейн очень хотел зайти в Израиль. Эм хамду. Хамду это эра цхэмда. Потому что в нее очень хотели попасть наши праотцы. Почему они хотели в нее попасть? Не только из-за того, что здесь такой приятный климат. И тут можно хорошо погулять. И очень стратегически это важное место. И земля там плодородная. И так далее. Помимо всего этого, они понимают, что земля она очень особенная. Потому что только в ней есть ряд митцвот. Много митцвот, которые можно сделать только в земле Израиля. В частности, это касается еды. Очень много-много митцвот, которые вообще мы выполняем, или мы их не выполняем, но мы должны выполнять, они связаны с землей Израиля. И в частности, с едой. Вот весь этот урожай, который растет, в нее включено много-много-много-много-много митцвот. Ну, все знают митцвот про хала, маасер. Это только начало. На самом деле, очень-очень много чего зависит от еды именно в земле Израиля. Потому что они понимали, что праотцы понимали, что они хотят делать все митцвот, все желания, все, которые они хотят. Поэтому они хотели жить именно в Израиле. Эрцхэмда тува урахава. Врахава мы говорили, что смотря как на нее посмотреть, если мы смотрим, стоя лицом на запад, на восток, то на самом деле будет рахава. Но, помимо этого, я вам скажу по секрету, то есть не по секрету, это не секрет, но просто другим можно не официровать, что на самом деле сейчас не вся земля Израиля у нас в руках. На самом деле она шире, чем есть сейчас. Если вы посмотрите на карту, там проходят границы, там, где река Ярдейн, потом там наверху, там уже Сирия коронитет Ливан. Как бы получается, Израиль как будто узкий. На самом деле, это не весь Израиль. Весь Израиль, он должен быть и будет, скоро мы надеемся, шире, шире, чем сейчас. Поэтому рахава, это нормально, нормальное слово, рахава, обширное, широкое. Вааль, продолжение, нудэ лиха, аль, шейн хальта, вааль, это продолжение, вааль, шео ци сану, шемилюкену ми эрец, митцраим. Оце сану, оцета, лео ци. У нас сегодня много биняна и филь. Лео ци, вытаскивать, вытащить. Ты нас вытащил, оцетану, оцета, отану. Это прошедшее время, говорится про ата, ата. То есть ты вытащил нас, ата, оцета, ну, это мы. Это двойное окончание. Оце та, отану. Ты вытащил нас, всеми нокаинами, эрец, митцраим. Кого нас? Имеется, опять-таки, наши праотцы, но не только они, а мы и сами. Мы сами выбрались из из Египта. Все знают, что Митцраим, боги-матрия, это СССР. Там сам Митцраим, вытащится из СССР. Мы вышли, как будто из Египта. Садились очень много схожих, схожих черт. И сказано, что Бакольдор-Вадор. Каждый поколение человек должен видеть себя, как будто он сам вышел из Египта. Да, так мы в всякую степень вышли из какого-то Галута. Ты нас вызвали из-за дома рабов, дома рабства, Бейта-Вадим. Это имеется в виду Бритмила. Брит-Шахатамта-Беб-Сарену. Басар-Шелану. Бритмила. Дело в том, что сказано, что Авраам Авина получил землю Израиля за то, что он согласился сделать Бритмила. Имеется в виду Бритмила, имеется в виду полностью союз с Ашемом. Это такой был контракт. Авраам Авину делает Бритмила, обязывает заповеди исполнять и за это получает землю Израиля. Это контракт. Кто-то заповеди не собирается исполнять, означает, что Израиль ему не полагается. Вопрос, что с женщинами. Женщины же, они Бритмилу не делают. Вообще, женщины ничего не сделали для того, чтобы получить землю Израиля, как мы видим из источников. Но что, объясняется так, что женщины были не против всего этого. Немало что, они были не против, они понимали эту важность земли Израиля и даже были за, и хотели делать митцвоты и войти в Израиль. Поэтому, тоже женщины полагается земля Израиля. Не только мужчины, которые делают Бритмила. Женщины, как бы вместе, вместе с мужчинами. Тут мы уже говорим и тоже за Тору, потому что, если мы тоже не учили, мы вообще не знаем, что Англуберкат Амазон. Лима-де-та. Вот она. Ле-ламед, это преподавать. Лель-мод, это учить. Лель-мод. А ле-ламед, это преподавать. Ле-маде-та. Лима-де-та. 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 И еще за что? Вальху-ке-ха. Еще мы благодарим также уже заодно, да, и за Ху-ке-ха. Ши-го-да-та-ну. За законы, которыми одарил ты нас. Тут есть слово О-да-та-ну. Это, можно сказать, как буквально сообщать. Ле-удия, да? Ху-ке-ха. То есть, мы говорим за Тору и за законы, которые ты нам дал, ты нам сообщил. Вальхайм хенвехесет шухонантану. Вальхайм хенвехесет шухонантану. То есть, хайматеризм хенвехесет шухонантану. Вальхи-ла-т-мазон штазанм форнес оттану. И за еду в конце концов, за еду, а лехетмазон штазанм форнес оттану. В парнасайле это не только еда. Тамид бухолем вухолеса вухольша. То есть, так звучит по-русски. И за знак союза с тобой, который ты запечатлен на теле на плоти нашей, на Бусарейну. И за Тору твою. Торадха шилим и дитану. За Тору и за Законы Хаим хенвехесет шухонантану. Тут интересно, я просто смотрю сейчас перевод. У меня есть сидур артскролл. Тут написано в переводе Законы, которыми «Одарил ты нас». Ну, они перевели «Одатану» как «Одарил». А, «Одатану» «Одарил». И потом написано «Валь Хаим» хенвехесет шухонантану. Это вообще не переводится почему-то. Дальше сразу написано «И за пищу». Валь Ахилат Мазон. Видите, почему-то за пищу все дуры у меня не видно. Но это не так страшно. Если бы тут не было бы сказано про землю Израиля, то тогда считается тот и не упомнил землю Израиля, «Брикат Мазон» тот как будто «Брикат Мазон» не говорил. Это не засчитывается. Это не засчитывается. Столько важно подчеркнуть землю Израиля. Но то, что тут не перевели «Хаим» хенвехесет это не так страшно. «Хаим» хенвехесет это время и «Ша» это час. Зачем столько много слов касаются еще и времени. Йом, Эд, Шаа. Надо только отметить, что «Эд» считается, что «Эд» это такой период времени, который составляется из часов. Йом, мы знаем, Йом это имеется в виду не только Йом, это имеется в виду и тоже и ночь в этом случае. Сутки. Холь Йом это как бы коль Йом, да, коль Йом. Ну, каждые сутки, да, так. Не буду писать Йом таял, некоторые кушают ночью. Ночью кушать можно, но только до того, как настанет «Заря». Когда «Заря», туда уже кушать нельзя. Тогда уже надо молиться. Крячма надо говорить, надо молиться. Даже если кушали ночью, то уже ближе к «Заре» надо уже, сказать, веркать Амазон и за уже за полчаса, за полчаса до рассвета, когда вот уже не солнце всходит, когда только появляется «Заря», да, «Заря», «Алутар Шахар», «Алутар Шахар». Вот за полчаса до «Алутар Шахар» уже не начинают серьезную еду. Можно там поесть, но не, но не тоже называется «Ликвоос иуда». Так вот, «Эд» это сутки, разделенные на четыре части, то есть «Эд» это получается шесть часов. Согласитесь, что как бы дележка на день и ночь она довольно грубая, потому что день он тоже, ну что такое день, день он, там есть ултро, это одно время, вечер совсем другое время, есть полдень, когда солнце полит, есть разное время днем, поэтому «Ядут» и «Адут» он разделяет на четыре части, «Эд», то есть первая часть дня, вторая часть дня, это же ночью, ночью есть разные, до полуночи многие вообще не спят, хотя это ночь, так ночь делятся тоже на две части, шесть часов и еще шесть часов, это слово «Эд». «Бхоль Йоом», «Бхоль Эд», «Бхоль Шаа». Дальше написано «Тусафот», это если мы говорим «Беркат Амазон» в Пурим или в Хануку, там есть добавка, за что мы еще благодарим, то есть ставка такая, тоже благодарим за чудеса, которые были с нами во время Пурима и Ханука, тут этого не написано, и дальше и сразу продолжается «ВАЛЯ КОЛЬ» «И за все». «ВАЛЯ КОЛЬ» «ШИМЛЬ КЕЙНУ» «АНАХНУ» «МУДИМ ЛАХ» «ВАЛЯ КОЛЬ» «И за все» «Что такое все?» «Может быть, имеется в виду, тут написано в переводе «За все это». «ВАЛЯ КОЛЬ» «ВАЛЯ КОЛЬ» «ВАЛЯ КОЛЬ» «Много чего перечислили» «ВАЛЯ КОЛЬ» «Вот за все это?» «А можно сказать по-другому, можно сказать, что это имеется в виду не только то, что мы перечислили, а также то, что мы еще не перечислили, вообще за все». «ВАЛЯ КОЛЬ» «ШИМЛЬ КЕЙНУ» «АНАХНУ МУДИМ ЛАХ» «Мы благодарим тебя» «УМЕ ВАРХИМ ОСАХ» «Благословляем тебя» «Видите, еврей может творца даже благословить, там написано «УМЕ ВАРХИМ ОСАХ» «ИДВА РАКШИМ ХАБИ ФИКОЛЬ ХАЙ» «ТАМИ ДЛАУЛЯМ» «ВАЭТ» «Мы желаем, чтобы имя творца оно будет все время благословляемо устами всего живого, всегда, не только мы будем говорить «ВАЛЯ КОЛЬ ХАЙ» «А все, все остальные тоже» «ТАМИ ДЛАУЛЯМ ВАЭТ» «ВСЕГДА ВО ВЕКИ ВЕКОВ» «ДЛАУЛЯМ ВАЭТ» «Если нам написано «КАКОТУВ» «КАКОТУВ» «Нача будет ПАСУК» «Саместный КАКОТУВ» «Нача будет ПАСУК» «КАКОТУВ» «Как написано» «Вот этот ПАСУК, на котором вообще все держится, вся Беркать Амазон, все основано на нем, этот ПАСУК» «ВАХАЛТА ВАСАВАТА ВАРАХТА» «ЕС АДОЙНОЙ ЭЛВЕХА АЛЯ АРЦА ТУЮВА АШЕР НАСАНЛАХ» «ДАХАЛТА ВАСАВАТА ВАРАХТА» «ЕС АДОЙНОЙ ЭЛВЕХА АЛЯ АРЦА ТУЮВА АШЕР НАСАНЛАХ» «Мы говорим, что АХАЛТА» «ХАЛТА» «ХАЛТА» «Это первая часть» «Это первая Брахать» «То, что Мушарабин постановил за еду» «ВАСАВАТА ВАРАХТА» «ХАЛТА ВАСАВА АЛЯ АРЦА ТУЮВА АТО ВАШЕР НАСАНЛАХ» «Это Иерусалим» «Тут есть три части» «Тоже из-за этого учится, что только когда мы наелись полностью нужно говорить Брахать Абазу Батори» «Но мы все праведники, поэтому мы говорим Брахать Амазон «Даже когда мы пели немножко хлеба, мы уже благодарим за это Творца» «Это мы говорили на прошлом уроке» «И заканчивается Браха Абарухата АШЕМ АЛЯ АРЦА» «ВАЛЯ АМАЗОН» «Добавили сюда еще АРЦ за землю» «Муру ХашЕМ АЛЯ АРЦ ВАЛЯ АМАЗОН» «Это вторая часть» «После этого мы переходим к третьей части» «Третья часть» «Это уже идет…» «Это Браха…» «Речь идет о Иерусалиме» «Иерусалиме» «Иерусалиме» «Начинается она со слов «РАХЕМ» «РАХЕМ НА» «РАХЕМ НА» «Иногда она не пишется» «Просто «РАХЕМ АШЕМ ЕЛОКЕЙНУ» «АЛЬ ИСРАЭЛЬ АМИХА» «Смилуйся Господь над Израилем» «Народом Твоим» «ИСРАЭЛ АМИХА» «ВАЛЬ ИРУШАЛАЙМ ИРЭХА» «И над Израилемом городом Твоим» «ИРУШАЛАЙМ ИРЭХА» «ВАЛЬ ЦИОН МЕШКАН КВУДЭХА» «АЛЬ ЦИОН МЕШКАН КВУДЭХА» «Это СИОН» «Там, где обитает Слава Твоя» «МЕШКАН КВУДЭХА» «Там, где ХРАМ» «МЕШКАН КВУДЭХА» «ТОМ, мы начали СОПШЕВА» «АМ ИСРАЭЛ», «Потом ИРУШАЛАЙМ» «Потом дошли до Горы» «АЛЬ ЦИОН, АРМУДЭХА» «АЛЬ ЦИОН МЕШКАН КВУДЭХА» «Там, где обитает Слава Твоя» «ВАЛЬ МАЛАХУЙС БЕДАВИД МЕШИХЕХА» «МАЛЬ ХУЙС БЕЗДДАВИД» «Тоже очень важно упомянуть МАЛХУТ БЕДАВИД МЕШИХЕХА» «АЛЬ АБАЙТ АГАДОЛЬ ВААКАДОШ НЕКРА ШИМХА АЛЛАВ» «АЛЬ АБАЙТ» «ВАЙТ АГАДОЛЬ ВААКАДОШ» «СВЯТОЙ ДОМ ШИМХА АЛЛАВ» «Это место, этот храм, он наречен именем Твоим» «НЕКРА ШИМХА АЛЛАВ» «НЕКРА» – это пассивный залог «НЕКРА ШИМХА АЛЛАВ» «Дальше» «Есть такой длинный перечень, как мы высказываем Творца» «ЭЛЮКЕЙНУ, ОВИНУ, РЭЙНУ, ЗУННУ, ПРАНАСЕЙНУ, ВАХЛЬКЕЛЕЙНУ, ВАРВЕХЕНУ, ВАРВЕХЛААНУ, ШЕМАЛЬКЕЙНУ, МИРА, МИКОЛ, ЦАРУСЕЙНУ» «О, для нас и Творец, наш Бог, и наш, как и наш Отец» «ЭЛЮКЕЙНУ, ВИНУ, РЭЙНУ, РЭЙНУ, РЭЙНУ» «Это как бы наш пастух» «РЭЙНУ, РЭЦОН, РЭБАКАР» «РЭЦОН» – это тот, кто пастет мелкие рогаты сходят «РЭЙНУ, РЭЙНУ» – это тот, кто пастет крупные рогаты сходят «РУЭ» – пастух «РЭЙНУ», «ЗУННЕЙНУ» «Отец наш» «Это написано в переводе, просто на перевод, пытаюсь понять, что это написано в переводе написано «Веди нас» «Паси нас» «Паси нас» – это как бы некрасиво слышится «Паси нас» «Но то, что имеется в виду» «Каждый, кто был пастухом, знает, что все, кто в стаде, от него зависят» «Табун, стадо» «То, что есть у человека, у пастуха» «То, что будут кушать его подопечные, то есть коровы и овцы» «Это зависит от него напрямую» «Когда он их поведет, то они будут кушать» «И также роет сон» «Когда пастуха может позаботиться о каждой корове, каждой овце в частности» «Индивидуальный подход» «То, кто, допустим, не справляется» «То все накинулись на еду и кому-то не хватило» «То, да, роет сон» «Может дать ему, кому не хватило» «Это, в принципе, должность пастуха» «То, мы просим вот так, чтобы у нас пас на хороших лугах, образно говоря» «Чтобы у нас была хорошая еда» «Эйну, зунейну» «Насычай нас, питай нас» «Прносейну» «То, чтобы была не только еда» «А тоже красивые тарелочки, красивые ложечки» «Серебренные, золотые, чтобы мы кушали красиво» «Вахельки лейну» «То, это вообще уже, это идет калькаля» «Калькаля, чтобы мы могли других накормить» «Чтобы были деньги у нас» «Калькаля, что обещали намп 더� occupymişвейну» «Варви хейну» «Варви хейну» «Варви хейну» «РЭвахель» «Это, уже изобилие» «Варви хейну» «Чтобы мы жили спокойно в изобилии» «Чтобы не думали о минусах в банке» «Деньг достаточно» «То было изобилие» «Стопойство финансовое» «Мэйра» «Мээр-мээр», Это цорес, цорес. От всех наших бед и невзгод. Микол цоресену. Вена, альта цирихейну. Альта цирихейну. Шемлекейну, ло, ладен ваттас, башар вадам, ло ладен аль ваттам. Тут так переводится. И не допусти, чтобы зависели мы от благодеяний, от одолжений людских. Альта цирихейну. Шемлекейну. Ло ладен ваттас, башар вадам, ло ладен ваттас, башар вадам, то есть мы, что имел такого, что мы идем к кому-то с протянутой рукой и говорим они царих, охэль, царих. Альта цирихейну. Не внуждай нас. А не царих. Что не было цорих, что не было нужды. Альта цирихейну. Шемлекейну, чтобы мы не зависели, были независимыми. Ло ладен от нас башар вадам, от подарков башар вадам, людских, плоти людской. Башар вадам. Дословно мясо и кровь. Маттана это как бы подарок. Чтобы мы не нуждались в подарках. Вилё ладен ватам. Даже чтобы мы не нуждались в судах, в одолжениях. Брать деньги в суду. Одолжения. Ну или буквально одолжения. Брать деньги в долг. Конечно же без процентов. Процентами нельзя. Или просто какие-то одолжения. Потому что не только финансовые. Не только давки денежные. Просто кто-то дает постоянно еду. Лучше чтобы мы справились сами. Без помощи других людей. Ки-им ля-дха-ам-ля. То что здесь написано. Ки-им. Ки-им это как бы а только. Это идет вместе. Это не ки. Потому что это ки-им. Это как бы вместе. Связка такая. Связка. Ки-им. Ки-им. А, как бы а, да. О чем это зависит. Ля-дха-ам-ля. От руки твоей. Полной руки твоей. Ки-им. Написано. Пусть дарует нам пропитание. Лиш. Лиш. Как бы. Лиш. Ки-им. Лиш ля-дха-ам-ля. Еще есть связка. Еще есть связка. Другая. Сейчас используется. Им-ки. Им-ки. Это хотя. А, ки-им. А, лишь. Ки-им. Ля-дха-ам-ля. Чтобы мы это только были зависит. Ля-дха-ам-ля. Апсуха. Чтобы она была открыта нам. Не как кулак нам показывают. А чтобы рука была открыта. Ля-дха-ам-ля. Апсуха. Ак-душа. Варахаван. Душа. Рука, которая несет изобилие. Да. Щедрая рука. Святая. И. Шлё-ни-вош. Влё-ни-колем. Лу-лям-вэйд. Тут написано два глагола. Два слова. Невош. Некалем. Лё-ни-вош. Влё-ни-колем. Лу-лям-вэйд. Чтобы никогда не были в таком положении. Чтобы мы стеснялись. Чтобы у нас был какой-то срам. Лё-ни-вош. Влё-ни-колем. Как слово буша. Лё-ни-вош. Влё-ни-колем. В чём разница между буша и клема. Ну, буша это что-то позорное. Буша. То же самое и клема. Но всё разница. Разница в том, что буша. Это такое стеснение. Которое не всегда может быть чем-то плохим. Да. Человек, который стесняется. Это может быть что-то положительное. Не обязательно плохое. Но клема это срам. Это такой срам, в котором нет ничего хорошего. Так написано, чтобы не было у нас не было и ни буши, и даже ни клема. То есть клема это что-то более такое серьёзное, неприятное, чем буша. Влё-ни-вош. Влё-ни-колем. Влё-ни-вэйд. Это очень неприятно просить милости. Просить деньги кого-то. Просить на припитание. Это очень-очень неприятно. Кому-то приходит сделать. Это ещё неприятно. Не хватает еды. Дай на хлеб, дай на молоко. Это очень неприятно. Чтобы не было такого состояния. Что мы зависим только от Ворца. Но тут можно добавить, что может быть, что такого состояния не было. То стоит в момент просить у Ашема. Как будто есть выбор. Есть выбор. Есть две возможности. От кого зависит. Или зависит от людей. От работодателя. От Воса. За ним бегать. Или зависит от Ашема. Мы просим, чтобы зависели от Ашема. А не от людской милости. Дальше снова написано Тософот. Тософот. Тут есть шаббат или йом. Или рожходеш. Тут есть добавки. Тоже мы это сейчас не будем изучать. Мы сразу перейдём к окончанию третьей брахи. И в конце брахи. Увне йерушалай миракойдеш бе мера ве амейну. Бе амейну. Видите, тоже есть разные варианты. Написано на матеге бе амейну. У меня написано в Сидуре ве амейну. Но это мелочи. Увне йерушалай миракойдеш бе мера ве амейну. Увне. Увне. Это вылительное наклонение. Цивуй. Слово ливнот. Ливнот. Строить. Глагол ливнот. Увне. И отстрой. И отстрой. Увне. Восстанови. Иерушалай. Иракойдеш бе мера ве амейну. В скором времени. В наши дни. Бе мера ве амейну. Ямим шелану. Ве амейну. В наши дни. Бе мера. Да, ноисцик нам. Ну, это анахну. Бе мера. И в конце снова. Анастас. Восстанови. Баруха Атая шеем. Бойне барахамов. Ярушалием. Амин. Боруха Шем. Боне барахамов. Ярушалайм. Боне барахамов. Ярушалайм. В настоящее время. Боне. Отстраивающей. Возрождающей. Возрождающей. Строющей. Борахамов. По милости своей. Иерушалайм. Почему в настоящее время? Боны Иерусалим. В настоящее время, ну, потому что Иерусалим устраивается всегда, все время, не только в будущем он будет отстроен, он расстроится, тот, кто живет в Иерусалиме, видит это воочию. Сейчас, например, сделали прямую линию, да, есть вагончики, которые сразу из аэропорта, они ведут прямо в Иерусалим, напрямую, полчаса, даже меньше, 20 минут из аэропорта уже в Иерусалиме, и сразу можно попасть потом в храм. Одна пересадка, и мы уже оказываемся на месте храма, который скоро будет построен. Амин. На самом деле, это написано Амин в конце брахи, это что-то очень странное, очень редкое, только здесь написано Амин в конце брахи. Видите, «Увне Иерусалиме, ракозри, бемирабе, амину, баруха тааашем, боне барахама в Иерусалим, амин». Это амин, который говорит сам человек, он сам говорит браху, сам, и сам же он говорит амин. Это сделано для того, чтобы разделить между тремя этими брахот, которые мы только что изучили, и продолжением четвертого браха, который уже дорабанан. То есть вот до этого момента это дорабанан, а потом уже дорабанан. Чтобы было какое-то разделение, говорится амин. Но это не обычный амин, но тоже можно сказать, что это смысл, как бы, да, амин, чтобы все было отстроено. Но есть еще функция этого амина, это разделить, поэтому надо сделать перерыв. Баруха тааашем, боне барахама в Иерусалим, точка стоит, да, пауза короткая и амин. И дальше уже бараха то в аминтиф, который мы разберем, бадрата шем, на следующем занятии. Надо только еще один вопрос разъяснить. Почему первая бараха, о которой мы говорили, которую сделал Мошу Рабейну, она написана в третьем лице. Баруха, да, баруха шем, ну, как бы, третье лицо, например, азан, да, азану талям кулу. Баруха шем, азану талям кулу, то есть, у кто зан, у, бутуво, помилости его, как бы, третье лицо, он, бутуво, третье лицо. Потом вторая бараха и третья, она уже идут во втором лице, напрямую говорим, ты, 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 да. Ну, дэли ха, это уже второе лицо. И третья бараха про Иерусалим, это тоже второе лицо, тоже ты. Исраэль амейха, народ твой. А дальше четвертая бараха, которую мы еще не видели, она снова переходит в третье лицо, как бы, как бы, перескакивает. Третье, второе, второе, третье. В разных лицах написано бараха. Почему так? Дадим такое объяснение. Мошаль, опять-таки, Мошаль, лучше всего примеры. Мошаль. Например, есть какая-то девушка, которая, невеста. И она пока что еще не живет дома с женихом. Пока она внаружи, она, как бы, относится к мужу, как бы, как бы, немножко так издалека, с почетом. Отвражается в разговоре, отражается в поведении. Когда она заходит в дом, после свадьбы, она уже зашла в дом. И уже все по-другому, уже отношения более близкие, разговор другой. Да, уже она больше говорит, она уже называет мужа разными именами. Ну, не будем подумать, отдаваться. То есть, уже совсем другие отношения. Уже все идет на «ты». Но если эту женщину снова из дома попросят к Герушим, то она снова отдалится. Так это то, что рассказывали здесь. Когда евреи были еще в пустыне, тогда у них отношение было более трепетное к Шхине. Зашли в Израиль, отношение стало, с одной стороны, более близкое, с другой стороны, уже как бы более такая по-свойски, немножко по-свойски. А вот когда стал Галут, то был отдаление, и снова уже как бы отношение издалека, оно как бы более такое уважительное, потому что мы хотим, чтобы снова вернуться в Израиль. Вот такое, может быть, объяснение. Ну, Баруха Шем, мы с вами не только поели, мы уже сказали «беркат Амазон» на трапезу, трапеза на хлеб, да, хлеб с солью. Вы видите, старый русский обычай хлеб с солью, оказывается, имеет свои корни в еврейской литургии. Ну, по поводу литургии я это шучу, на самом деле это не литургия, это жизнь. Это жизнь, это хлеб, это жизнь насущная, и «беркат Амазон» это тоже жизнь насущная. Баруха Шем, надеюсь, что мы ничего не пропустили, осталось нам продолжить. Следующий брохот и до конца, Дарабанан, там тоже будет очень интересно, хотя это не Дурайта, но там есть очень интересные моменты, в каком-то плане это даже интереснее, чем Дурайта. Ну, про это мы говорим, на следующем уроке еще только один момент расскажу. Мы сказали про Иерусалим, Бне Иерусалайм. Сказали, что Иерусалим, он отстраивается на глазах, это видно, как он отстраивается. Но даже те, кто не живут в Иерусалиме, они могут почувствовать, что храм строится. Что такое храм? Сказано в книге Шире Ширим, написал Шлому Амелех. Он построил храм. В каждой книге Шире Ширим написал Шлому Амелех, сказано так. Это «Перек Гимель», я читаю пособку «Дет». Написано так. Амелех Шлому построил себе что-то, что называется Амелех, из деревьев Леванона. Амелех Шлому написан перевод. Паланкин сделал себе царь Шлумо из деревьев Ливана, Ливановная. Раша поясняет, что имеется в виду мешкан, мешкан, храм, храм для Бога, это то, что спасло Шлумо. И дальше, из чего он был построен? Храм. Амудав Асахесов. Трепидосой Захав. Мирковой Аргаман. Столбы он сделал из серебра, обивка его из золота, а сиденья его из пурпура. А сейчас самое главное, самое главное. Тохо. Тохо Рацув Агава. Тохо Рацув Агава. А внутри, внутри храма, что самое главное в храме? Внешне видится здорово, но в чем Лев, сердце храма, что находится внутри храма? Написано тохо. Внутри он застлан любовью. Тохо Рацув Агава. Как будто все плиты, то, что на полу, на стенах, это все застлено любовью. Постелили внутри, как будто любовь. Это смысл храма. Это любовь. Тохо Рацув Агава. Без этого нет храма. Поэтому настоящая постройка храма, это зависит от любви. Даже если люди живут в Галуте, но евреи любят друг друга. Это Агава. Агава это начало храма. Затар шемше на языке, чтобы был построен храм, чтобы мы говорили Беркат Амазон. Али Рушалаим, как и положено, и в Руссалиме. Бэмирабэ амейну. Амин. Беркат Амазон. Т场он. История. Продолжение следует...